Доброе утро, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Торговый план» за сегодня, уже 3 декабря 2018 года, понедельник. Всех поздравляю с началом трудовой недели, желаю вам успешного ее начала сегодня. Давайте посмотрим, что нам говорит технический анализ, а озвучивать это будет Игорь Суздальцев, как вы знаете, надеюсь, за выходные не забыли, как меня зовут. Итак, друзья, давайте посмотрим. Теханализ сегодня по биткоину. Биток в очередной раз смотрит вниз, эфириум вниз, рипл вниз, продавать. Конечно, крипту продавать, но падает, нечем ее поднимать. Неф, друзья, как мы помним, еще во входе саммита уже пошла наверх, а вот сейчас она отбилась от лоев тогда, а сейчас она пробила наверх просто очень красиво. Давайте поставим следующую цель. Это результат того, что Саудовский принц и президент России Валимир Путин вместе обсудили перспективы развития ОПЕК+. В фундаментальной части на эту тему поговорим. Суть такая, что идея ограничения добычи по-прежнему на столе, и это на рынок, конечно, влияет. Удалили сегодня утром в 53.86. Ну, отличные показатели, если учитывать, что в пятницу были на уровне 49.50, болтались вот на этих уровнях. Вот, 49.53, это понятно. Бак сострельнули за сутки с конца пятницы до утренних часов понедельника. С депом причем, ну, все хорошо, прямо настроение поднимает. Индекс доллара, друзья, в пятницу закрылся плюс, сегодня снижается. Одна из причин того, что на саммите G20 в Аргентине никаких скандальных тем, связанных с какими-либо обвинениями или какими-то заявлениями резкими не было. Я уверен, что в тиши кабинетов какие-то разговоры были, но наружу они, во всяком случае, из того, что я видел обзоры, не выплеснулись. Поэтому обострение международной обстановки не произошло, доллар подснижается. Опять же, сегодня понедельник, идет оценка саммита, принимаются решения. Я думаю, что сегодня так вот где-то индекс доллара внизу и побудет. Еврик умеренно вырастет, тоже, правда, особых подвигов за Евриком не замечено. Сказать, чтобы по какой-то причине он прямо должен был ломануться сегодня наверх. Коллеги пишут в чате, что взяли евро в лонг. Ну, вот я что-то сомневаюсь, что сегодня будет сильно лонг. Сегодня, мне кажется, какой-то день боковика, все обсуждают итоги саммита. Но, в то же время, еврик в плюсе, фунтик мы видим в плюсе 1.27.99. Кстати, еврик сейчас стоит на отметке 1.13.62. Ну, так повыше, чем в пятницу, конечно. Ну, и фунтик 1.27.97, штурмует 1.28. Да, да. Умеренный плюс вполне может быть. Доллар-иена снижается, тоже рыночно, кстати, сегодня. Доллар-франк рыночно снижается. Доллар-канадец. Оба-на, то есть нефти ждут наверх по-взрослому. Доллар-канадец, смотрите, как пробивает вниз. 1.31.64. Да, ждут, ждут. Ну, давайте понаблюдаем за сильной отметкой 1.31.45. Пробит, не пробит. Австралиец стрельнул наверх. Оба-на, с гэпом, красиво. М-м-м, по-батому. Давайте поставим отметочку, куда мы можем ждать. Вполне можем ждать на 0.74.26. А это все-таки 66 пипсов. Да, тут можно приподнять. Подумайте вот насчет вот этого расстояния, друзья. Новозеландец, та же история и та же история, причем здесь даже пробита больше, чем на австралийце. И здесь цель, следующая сильная, это 0.70.32. Вообще почти 100 пипсов есть в перспективе. Друзья, посмотрите на Новозеландец. Слоточку пипсов может показать, потому что там больше не во что упереться. Золото пробило очень важный отметок 1.227. И стремится к новой сильной отметке 1.233. То есть 2 доллара еще по золоту можно. Вот это вот интересное очень расстояние, эти 2 доллара, на мой взгляд. И вот так вот можно сузить, на мой взгляд, отметочку. Серебро тоже рвется наверх, 14.40 в моменте. Фьючерсы на индексы американских фондовых бирж. Доу Джонс хорошо стрельнул 26.060. Степан красиво. Насдак, друзья, 7.130 тоже с ГЭПом уходит наверх. И S&P 500, 1.810 тоже с ГЭПом наверх. Но здесь сильная поддержка, сильная зона сопротивления 2.815 уже поблизости. Но вот эти ГЭПы, конечно, утренние. Смотрите, как подтолкнул самик американский фондовый рынок. Доллар подсел, а фонда зато пошла. Вот такая интересная тема у нас сегодня. Глобальные новости, коллеги. Конечно, главное – это итоги саммита. Я озвучу мысль, которую высказал президент России после саммита. Он сказал, что, во-первых, важно, что сам факт итогового соглашения состоялся. Тоже важно. Видимо, была дискуссия на эту тему серьезная. Ну, а среди договоренностей, он говорит, конечно, в основном это общие задачи. Такие округлые фразы. Но он особенно отмечает, что поставлена цель реформа ВТО. Организация, как признали лидеры, не в полной мере отвечает тем задачам, ради которых она создавалась. И главы государств договорились предложить механизм посовершенствования этого, для чего будет создана рабочая группа. Ну, такие, на мой взгляд, нейтральные бюрократические результаты. Никаких глобальных заявлений, споров, дискуссий, в общем-то, не состоялось. Ну, друзья, состоялись две встречи, которые оказали большое влияние на рынок. Ну, прежде всего, председатель США Дональд Трамп и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь планируют встретиться в будущем и провести переговоры по поводу отмены дополнительных пошлин на товары. Вот об этом они договорились на встрече в Буэнос-Айресе, Аргентина. А также, как сообщают официальные китайские лица, с 1 января договорились, что с 1 января 2019 года Вашингтон и Пекин не будут вводить дополнительные тарифы на импортные товары. Также политики решили обменяться визитами в подходящее время. Ну, как вы знаете, раньше Вашингтон ввел дополнительные пошлины на товары из Китая в размере 10%, всего на 200 миллиардов долларов. Ну, и Трамп также говорил, что не исключает дальнейшего усиления политики. Далее, коллеги. Ну, а вторая встреча, о которой тоже у нас уже много говорили на выходных, это встреча «Колдовского принца» и президента России Владимира Путина. Договорились они продлить действие соглашения ОПЕК+. Ну, соответственно, нефть в этот момент, ну, уже в понедельник, я так понимаю, утром на 5% стрельнула по всем видам нефти. Насколько это устойчивый тренд, ну, давайте будем обсуждать в течение дня, но в любом случае новость хорошая. Также интересная новость вышла сегодня о том, что Катар объявил о выходе из ОПЕК. Они говорят, мы собираемся добывать больше газ и резко увеличить добычу газа, что, конечно, невыгодно для «Газпрома», друзья. Это очень серьезная новость, она пока не заработала на рынке, но, мне кажется, эта тема такая. После увеличения добычи газа, понятно, и сейчас конкуренция острая. Ну, а когда выходит такой крупный игрок, то понятно, что он цены еще может и подвалить. Далее, друзья, госдепартамент выступил опять, сказал, что США намерены ввести вторую часть санкций против России по делу Стрипаля. Ну, вот я дат никаких конкретных не вижу, но тема вообще звучит как очень серьезная. Например, вторая часть санкций предусматривает, в частности, возможность понижения уровня двусторонних дипломатических отношений и даже их приостановки. Вы представляете, Россия и США расторгают дипломатические отношения. Давно такого не было. Далее, что это может быть еще? Фактически полный запрет экспорта в России любых американских товаров, кроме продовольствия. А также импорта Соединенными Штатами, запрет имеется в виду российских товаров, включая нефть и нефтепродукты. Решение права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством России. Да, вот это будет, конечно, сильно, как ли это, вы понимаете, да, расторжение дипотношений США. По сути, полная эмбарго со стороны США на ввоз и на вывоз товаров. А сам факт лишения права на посадку в США, я вообще, я читаю, у меня волосы дыбом становятся. Как это может быть? Дело Скрипаля, оно сильно аукнется, конечно. Далее, друзья, новости с Парижа каждый день все тревожнее. Люди протестуют из-за повышения цен на бензин. Я, кстати, такого и не помню, чтобы из-за бензина такие бунты прямо. Потому что там реально бунты. Протестанты в Париже отбивают оружие у полиции. Везде погромы и хаос. Вот такие заявления. Ну, конечно, то, что отбивают оружие у полиции, это уже серьезно. Это на грани гражданской войны ситуация во Франции. Далее, друзья, Брэкзит оказывает сильное влияние на мировую экономику. Причем больше негативную. Но вот я вижу новость о том, что бизнес ВТБ в Лондоне пошел ко дну. Пишет Финанс.ру. Значит, сокращение штата идет там сильное. Было у них там ВТБ капитал ПЛС. Было 500 человек у них. Сейчас составят 140. Папитал урежут с нынешних 1,4 миллиарда долларов примерно в 4 раза. Но присутствие в любом случае закрывать не хотим. Говорят руководители ВТБ. Банк переводит активы в Россию и во Францию. Понятно. Ну, Брэкзит. Понятно. Далее, друзья, Центробанк, вы знаете, планирует запустить Marketplace, онлайн-платформу для продажи финансовых услуг населению. И вот, к сожалению, задерживается его запуск, поскольку регулирующий работу этого Marketplace законопроект требует доработки. И Госдума не успевает его рассмотреть в середине февраля планируют запустить, но, видимо, очевидно, не успеет. Пишут из Госдумы из Госдумы, говорят, что не успевают рассмотреть. Ну, посмотрим, что это за Marketplace, то есть, как это все услуги на одном месте, которое контролирует ЦБ. Очень интересно. Друзья, и две новости, которые удивляют. Первая новость. Это здание, с фасада здания Минсельхоза в Москве украли 10 кондиционеров. Кто знает, это центр Москвы, на углу Академика Сахарова. Я там работал недалеко, красное здание такое, оно бросается, запоминается в глаза. Там вообще, как это можно украсть 10 кондиционеров с фасада, чтобы никто не заметил? Как это может быть вообще? Там машины круглые сутки ездят, там City Never Sleeps, город не спит, а там тем более. Как это может быть вообще? Что происходит? То есть, 10 кондиционеров с фасада снять, как это? А зачем, я не пойму, а зачем? Внутренние-то блоки остались внутри здания. Что с ними делать-то? Далее, друзья. Ну, а следующая новость еще смешнее. Казалось бы, смешнее, чем первая новость. Невозможно. А нет, возможно. В Калифорнии пьяный водитель Тесла спал в машине, пока ехал домой на автопилоте. Друзья, я думаю, что Россия будет основным пунктом продажи Тесла в ближайшие годы. Потому что такая услуга, доставка пьяного на автопилоте, это вообще исключительно важная и востребованная услуга. Так что Калифорния уже прямо гуляет, гуляет. Все, друзья. Давайте мы с вами узнаем, что у нас думает монета. На прошлой неделе, кстати, сел состоялся. Ну, вот это единственный пятничный сел, в общем-то, монета и попала. 4 минуса, 1 плюс, 20% положительных результатов на прошлой неделе. Давайте спросим сегодня у нее, насколько рывок по нефти, который был дан, импульс был дан на выходных, насколько он продлится. Давайте узнаем. Две стороны у монеты, бай и сел. Бросаем. Обаньки. Смотрим, волнуемся. Сел видит монета сегодня. Ну, я не знаю, если откатят, если откатят от таких хаев, от 3 декабря сел, на таком уровне идет пиар цен на нефть, если откатят даже на таком пиаре от хаев, то значит мистюшка посыпется. Если она сегодня закроется в минус, то пиаре посыпется невиданными темпами. Далее, коллеги, давайте посмотрим глобальные макроэкономические новости. Сегодня в понедельник праздников нет, спикеров с утра крутых нет, памятов нет, кстати говоря, все уже завершили, разлетелись по домам. Нет, ничего нет, абсолютно тихий, спокойный, сегодня понедельник. Подводим итоги, коллеги. На мой взгляд, крипта вся вниз, тут даже обсуждать нечего. Нефть, вот вытолкнули ее на сколько, ну практически на 4 доллара, да? А, нет, не на 4, потому что начали же не, начали-то, я посмотрю с конца, с закрытия пятницы, 3 доллара 37 центов, потому что в пятницу-то закрыли, вытянули, не на лоях закрыли. Вот, 3,30 вытащили вместе с ГЭПом, да? И на мой взгляд, в общем-то, оснований каких-то для дальнейшего роста и нет, абсолютно. Америкосы потянут вниз, во второй половине дня, я думаю, будет снижение. Покупать сейчас или нет, не верю, в рост нефти не верю. Индекс доллара, соответственно, не верю в снижение индекса доллара. Да, сейчас день аналитический сегодня, будут обсуждать итоги саммита, и то, что публично озвучено, и то, что за кулисами там были разговоры, они были, естественно, да? И поскольку ничего особого принципиального не нарешали, то я думаю, что доллар все равно полезет на огнях. Поэтому, на мой взгляд, вот то, что еврика укрепили и золото укрепили... Золото хорошо укрепили, давайте посмотрим, насколько... Ну, по золоту надо посмотреть, там может быть отдельная история какая-то. 8 долларов 60 центов в плюсе сегодня золото. Но там уже вблизи сильных зон сопротивления. И вот, если, допустим, по золоту надо еще обсуждать, то вот продажа еврика, мне кажется, что это может быть одна из тем наиболее интересных. Поэтому, на мой взгляд, я бы искал точку входа на покупку индекса доллара, ну и, соответственно, продажи нефти и продажи еврика. Битокс падает сам по себе, его можно продавать в любой момент сейчас. А вот золото-серебро обсудим подробнее с нашими спикерами сегодня. Потому что там, наверное, тоже какая-то своя история, возможно, сезонная. Сезонный фактор сбрасывать нельзя. Поэтому для меня золото и серебро пока в стороне. Ну, то, что тема, которая есть, это покупка доллара и продажа нефти и еврика, вполне-вполне себе интересна. Точно так же по российскому рынку, коллеги. Да, я вижу хороший рост, укрепление рубля хорошее было сегодня, рост индекса доллара хороший, рост индекса РТС очень хороший. Но, на мой взгляд, уже можно искать точку продаж, потому что весь импульс, который был, он с утра выплеснулся. Европа, которую я хотела купить, уже купила. И все, больше никакого оптимизма ни на чем нет. А каких-то дополнительных решений саммит не принес, какие-то проблемы мировые не решил. Реформа ВТО, ну, это такая бюрократическая, так сказать, вещь, которая для вот меня, как рядового бизнесмена, я даже не вижу, в чем мне ВТО может вообще помочь или повредить. Но и так, под санкциями нам уже ничем не повредишь. Что, друзья, спасибо всем за участие в утреннем эфире. Хорошего дня и удачи!